Сегодня, 14 марта, начался 40-дневный пост перед Пасхой, который считается самым строгим и главным из всех постов для православных. На эту тему говорим в программе «В контексте». У нас в гостях помощник благочинного Севастопольского округа протеерей Стефан Сламчинский. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте перейдем непосредственно к теме. В чем же заключается главный смысл поста и каково его значение? Сегодня за богослужением звучит стихира, которая возвещает нам о том, что пост должен быть приятным. И когда мы слышим эти слова, то, естественно, верующее сердце ждет поста и ожидает его, потому что это время, когда есть возможность с особым усилием, с особым вниманием к своему себе, к своей собственной душе встретить Бога. Поэтому задача поста, собственно говоря, как такова, она является подготовить человека к этой встрече, сделать ее полноценной, сделать ее всеобъемлющей. И именно по этой причине посты назначаются или определяются церковью перед большими главными праздниками, в частности, праздник воскресения Христова или Пасха, и Рождество Христово, и другие посты, собственно говоря, они перед большими праздниками. Потому что человек, который должен дожить или дойти до этого праздника, он должен быть в Боге, с Богом, во Христе. То есть, для него этот праздник должен быть торжеством его Духа, то, ради чего он, собственно говоря, лет, дней 40 или неважно сколько дней, трудился для того, чтобы достичь этой радости. Так вот, смысл поста заключается именно в том, чтобы обрести Бога. И по этой причине мы всегда четко для себя должны это понимать. Потому что в современном нашем воспомыслении чаще всего многие наши граждане ждут поста как с нетерпением, потому что вот теперь можно будет попаститься, воздержаться от пищи животной, сесть на диету. Это, к сожалению, одна из самых главных ошибок, которые может быть. Почему? Потому что, во-первых, постная пища, она бывает разная, и далеко не вся из этой пищи, которая не давала бы калории. Есть такая постная пища, которая, наоборот, только калории увеличит, и мы с вами вместо того, чтобы похудеть, даже поправимся. Помимо того, очень важный момент, который мы все для себя должны услышать, в том, что есть люди, которые вообще никогда не едят местных продуктов, вегетарианцы, и страшно этим довольны, что они как бы считают себя более гармоничными существами на Земле. Но при этом они к Богу ближе не становятся. Вопрос о посте — это, прежде всего, вопрос, который относится лично каждому и личное его отношение к служению Богу. Поэтому как поститься, в чем поститься, каким образом поститься — это вопросы, которые мы сами себе задаем и, собственно говоря, определяем по согласно своему внутреннему духовному развитию, росту. Но самая главная тенденция, чтобы этот рост действительно был. Чтобы не получилось так, что мы с вами загнали в себя какие-то правила и какие-то традиции, и, держась только этих традиций и правил, перестали иметь духовный рост внутри самого себя. Поэтому первое, как бы, что хотелось бы сказать, как поститься. Ну, для начала нужно, как говорит нам Святое Писание, радоваться. Вот это первый признак, к которому можно было действительно обратить внимание. Здесь надо радоваться чему? Радоваться посту, радоваться служению Богу, радоваться все, что происходит вокруг нас. Потому что даже Евангелие нам говорит, если постишься, то не делай себе печальное такое унылое лицо, а наоборот помашь маслом, то есть умасти себя, сделай себя модным, будем так современным языком скажем, чтобы никто даже не помышлял, что ты постишься. Вопрос отрадования — это вопрос серьёзный, потому что многие из нас допускают такую ошибку, они надеваются такие мрачные вооружения лица, я пощусь, я сейчас в строгом посте нахожусь, я так в духовной жизни нахожусь, а вот вы все в ней не находитесь. Проблема развивается дальше, и получается, что мы с вами волей-неволей, вместо того, чтобы бороться со своими внутренними проблемами и страстьми, которые находятся в каждом сердце человека, мы обращаем бороться с страстьми и проблемами других людей. И поэтому, получается, пост у нас перекладывается вместо работы над собой, работа над кем-то другим. То есть мы всем доказываем, что мы постимся, вот вы все знаете, что я вот пощусь, я вот хороший, я правильный, а вот вы неправильный. Поверяется осуждение. Или наоборот. В этом отношении очень хорошо он в свое время ответил на этот вопрос преподобный Иоанн Лесточенко, который сказал, что он говорил с словами простыми, говорит, один говорит, и постящийся тщеславится, и непостящийся тщеславится. И то, и другое плохо. Как ни странно. Нам кажется, ну как же, а как же нам быть? Вот именно пост должен быть совершенством. Мы должны победить это тщеславие внутри самого себя. Один тщеславится тем, что он постится, доказывает всем, что он такой строгий, он такой правильный, он такой умный, он такой хороший, он такой прекрасный молитвенник и постник. А другой, наоборот, пренебрегает всем и говорит, да я вот здоровый образ жизни и так веду, зачем это мне все надо. И в том варианте и в другом человек, в общем-то, прежде всего не приближается к Богу, это раз. Он служит больше самому собственному я и служит самому собственному телу или самому собственному я, чем растет своим духом, приближаясь к Богу. Из вопросов, которые хотелось бы заметить, что все-таки нужно делать во время Великого Поста, и чтобы полезно было для души, то, конечно же, первый вопрос, это, прежде всего, вопрос молитвы. Молитва — это разговор с Богом. Молитва, безусловно, должна быть, она в жизни христианина. И не только в пост, а вообще всегда. Ну а так как пост наступает, это вопрос духовного дела, то есть, соответственно, и усиление молитвы должно быть. Но молитва должна быть не в том, чтобы мы на две странички молитвослова больше прочитали. Молитва должна быть сердцем, молитва должна быть осознанной, молитва должна быть без суеты, без того, чтобы мы с вами думаем, сейчас дочитай и быстрее побегу в контакт, дам своим друзьям переписку делать. То есть эта суетность, которая вынуждает нас думать о контакте, а не о молитве, она, собственно говоря, крадет молитву как таковую, и, собственно, бесплодным делает саму молитву. Мы не молимся, мы вычитываем. Поэтому поработать над тем, чтобы молиться и молиться сердцем, это правильно, это хорошо. Помимо того, очень полезно в пост, например, читать Святое Писание. Очень полезно, потому что мы с вами все знаем о Евангелии, но мало кто знает, что в Евангелии написано. Ну, конечно, мы когда начинаем рассказывать, что мы знаем, что Иисус Христос проповедовал, мы даже цитируем, да, это Евангелие. Но, собственно говоря, о содержании и смысл этих поучений и наставлений далеко не всем нам известно. А вот это благочестиво, хорошая традиция, сочетается Святое Писание в периодах постов. Их и так надо читать, но вот есть возможность такая. Таким образом, проявить некие свои усилия на своей духовной жизни, увеличивая, таким образом, какую-то свою духовную работу. Потому что чтение Святое Писание «Божественное откровение» и, прежде всего, чтение «Божественное откровение» дает нам силы духовные. Особое внимание, которое хотелось бы определить, еще то, что в это время можно оказывать внимание близким. Близким своим, знакомым, родным. И в том числе оказывать делами милосердия, благотворительности, участвовать в делах благотворительности. Многие говорят, таким образом я могу участвовать в благотворительности. Примеров множество у нас. Во-первых, у нас очень много людей нуждающихся, это раз. Во-вторых, если это с желанием, то всегда их можно найти, это два. Ну а как это делать? Можно самым простым способом делать. Если, допустим, даже доходы наши невеликие, можно выкроить и принципиально сказать, вот сегодня я пью кофе с двумя булочками, а сегодня я буду весь пить кофе с одной булочкой. Ну можно всегда и делом помочь. И мы, к сожалению, очень часто грубо подносимся к друг другу. Так что вопрос о посте, вопрос это прежде всего, так я бы обобщил, что очень важно, это личный вопрос. И вопрос о том, как поститься, как строго поститься, это вопрос, который мы должны своим духовникам или духовникам привести себя сюда урегулировать или определиться. Конечно, существуют абсолютно определенные правила, уставы, их нужно придерживаться, но у каждого же свой организм. У одного есть язва желудка, у другого какие-то проблемы с обменом веществ, третьего, какие-то заболевания, которые связаны, которые можно пить еще одну есть или другую. И получается, что если мы сейчас начнем придерживаться строгих правил или монастырских уставов, то вместо того, чтобы помочь своему телу, мы обострим заболевание, которое внутри нас хронически существует, и закончится праздник в больнице. Хорошо попастились, да Богу, такое не надо. Поэтому вопрос о регулировании, как поститься, как строго поститься, это, конечно, каждый делает индивидуально своим собственным духовником. Ну и последнее желание или пожелание, старайтесь смотреть в другую, в чужую тарелку. То есть кто что ест, как он ест, это не наш с вами вопрос, потому что один может быть ест, но зато молится всю ночь. Знаете, а другой может не ест, но зато спит всю ночь. Поэтому у кого какие возможности есть, каждый пусть сам для себя поставит. Что я могу в пост сделать так, чтобы стать лучше, чтобы я меньше грешил, чтобы я избавился от своих страстей, которые у меня больше всего наболевшие есть. У каждого они свои. Один любит поболтать, например, значит, надо уйти в разговоры. Другой любит посмотреть телевизор. Третий любит посидеть в интернете. Четвертый любит там просто полениться. Ну ленится человек, что теперь нет, расслабляется, пришел и ленится. Поэтому каждый может поставить задачу или ограничить время доступа к своим увеличениям, развлечениям каким-то, да, то, что расслабляет его. Или, например, ставить перед собой задачу, чтобы работать, трудиться. Это тоже будет своего рода пост. То есть главное это духовное развитие. Конечно. Ведь пост ради этого и дается. Он не дается, чтобы мы поголодали. Ведь мы забываем, почему, собственно говоря, раньше издревле накладывались такие именно правила поста. Потому что, чтобы монахи, которые их правила исполняли, кто жили при монастырях, не тратили свои время и средства и деньги на еду. Поэтому они питались сухоедением. Что такое сухоедение? Сухоедение, по сути дела, это финики, смоквы, всевозможные. То, что уже было готовый продукт. Он пошел, кинул в рот, переживал, взварчиком запил и все. И на этом все заканчивалось. То есть он не тратил деньги, и деньги, и средства, и время, да, чтобы развести костер, чтобы вываривать там эту рыбу или это мясо, возделать. То есть таким образом у него появилось огромное количество дополнительного времени, которое он мог потратить для духовной работы в своей собственной жизни. Ну а мы сейчас этого утеряли. И у нас кажется, что главное для Бога это едение калорий или не едение калорий. Ну все мы люди, и все равно в течение, ну не только во время поста, а вообще в течение нашей жизни возникают различные соблазны. Как можно от этого воздержаться? Ну, во-первых, выбор у нас есть всегда. Вот, и по этой причине, если есть выбор, то мы сами должны и определиться. Как говорит апостол Павлович, все мне можно, но и все мне полезно. Если это мне вредно, зачем я это буду делать? Поэтому соблазны, безусловно, они существуют, они есть, они вокруг нас. Но эти соблазны часто входят через нас, самих, в наше собственное сердце. Поэтому нужно учиться останавливать соблазны вне себя. Что для этого? Для этого, конечно, нужна духовная трезвенность. Береги, когда была духовная трезвенность, что такое духовная трезвенность? То есть ты понимаешь процессы, которые вокруг тебя к тебе приближаются, и ты оцениваешь ситуацию. Нужно ли тебе в этом участвовать или не нужно тебе в этом участвовать. Если ты чувствуешь нехватку сил, такое тоже есть, потому что благодаря этим соблазнам мы грешим, а благодаря грешим мы превращаем в порочную жизнь, страсти с доминируют нас, то мы теряем волю. А человек, который потерял волю, он уже не способен противостать соблазну. Соблазн только, когда колокольчик зазвенел, и мы тут же окунаемся по царикому полностью в него. Что для этого требуется? Для этого требуется, опять же, духовная работа над самим собой. Во-первых, то же воздержание, тот же пост, та же молитва, покаяние. Поэтому все эти возможности мы в пост можем применять и уходить от соблазна. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир за полезную информацию во время Великого поста. Напомню, о Великом посте говорили с помощником благочинного Севастопольского округа Протеереем Стефаном Сламчинским. Эфир информационного канала Севастополя продолжается. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин